Всем приветик! У нас новый влог. В основном у нас все влоги начинаются с завтрака. И сегодняшний день не исключение. Димочка, конечно же, у нас уже покушал. Это постоянно он ест на утро кашку, да? Теперь догоняется виноградиком. Я ему здесь помыла. Работает. Сейчас показывает про Серёжу. Ну а что у нас, Женя, на завтрак? У меня, значит, омлетик. Я внутрь потёрла сырок. Мне очень нравится омлет, сыр и свежие помидорки. Женя просто, нет, тебе просто сделала омлет, колбаска и также помидорки, ну и чаёк. Кофе, естественно, я уже с самого утра попила, потому что мой день начинается с кружечки кофе всегда, каждый-каждый день. Ну а кто вместе с нами завтракает, всем приятного аппетита! Спасибо! После завтрака решили сходить погулять, пока нет такой жары, потому что я чувствую, она всё-таки сегодня будет. Уже вот идём, сейчас солнышко припекает. Сейчас ходим на площадку. Дима немножко энергию себе потратит, чтобы лучше в обед спалось. Всё, уже полезли. Накинула ему сейчас тоже копчику, потому что всё равно сейчас шли вдоль леса, ветерок такой был. А тут вот уже вышли. Солнышко припекает, а то асфальт ещё тепло. Пришли на площадку, никого нету. Мы здесь одни, ну да, вот рабочие только что-то копают там. Они цветы будут сажать, что-то землю рыхлят там. Сугрядки, картошки. И всё, никого больше нет. У меня одни, ну и хорошо. Зато всё свободно и в нашем расторежении. Да. Никто, скажи, не мешает нам, да, Дим? Уже, наверное, меньше к 12. А то вот чужа тут были, да, тут в основном маленьких таких не было. Дима, хровесик обычно там 15-16 такие. Уже постарше. Ну, наверное, в пик жары. Ну да, мы приходили вчера часов, наверное, 5-6 вечера. Было, но всё равно прям душно было. Нет, в 6 мы уже гуляли отдельно от вас. Где-то в 4 мы, может, пришли и часик к Макитике погуляли. Даже, может, и больше. Но мы, что, и тут погуляли, потом плашли на другую площадку. А потом разошли. Прыг. Побежал, побежал. Морячок наш. Сейчас мы птичек покормим. Дима больше сюда тянет, потому что там вот трактор копает. Какой-то у нас тут хлебушка немножко. Вон, мне кажется, тут ещё дом будут строить. А я думаю, что ещё площадку. Да нет, скорее всего, дом. Птичкам кроша не себе в ротик. Дима не коротит. И себя не обделит. На, гули-гули-гули-гули. Красим, бур, бутам. О, налетели муху. Да, смотри, хлеб клюет. Да там вон много-много насели газона. Таня, ходят, сейчас присыпают. Смотрите, сколько зёрнышек. Дай же, не мой мальчик. А ты какими что, мальчик? Дима, всё в рот, всё в рот. На, у тебя горбушечку. Нет, давайте ем вот это. И кроши бутылку. Так что, главное, вышли, поел, да, и всё равно. Да. Мы уже дома. Сейчас вот у меня утюг нагревается. Хочу вещи погладить. У меня тут вот буквально небольшая такая стопочка Димины в основном вещи. Сейчас поглажу сразу, чтобы не накапливалось. Ну, ещё плюс целый балкон там висит. Ну, это я утром вывесила, они ещё не высохли. Сейчас поглажу и буду Диму ложить спать. Димочка, не надо меня убить. Дима у меня вот на руках капризничает. Всё, уже всё, устал. Перегулял, мальчик. Что-то тут горелкой припаивают. Дай, в дать этот гудрон. Разогревают и сверху вот этот материал ложат. Ты видел, Жень, как они делают? Жень тут сидит уже, начал читать другой рассказ, который ему заодно лет. Как он называется? Повести Белкина. Повести Белкина. Вот начал читать. Ещё ему осталось 5 книжек, 5 рассказов прочитать. 6. 6 задали. Ну, а я ещё... Ну, 5 осталось. Получай, один ты прочитал уже. Вон, опять включи. А я вот тут стою, блин, пытаюсь раковину отмыть, блин. Такая рака неплохая. Вот у нас раньше была металлическая. Я с ней проблем не знала. А эта прям, то и дело, она оттереть, ещё не оттеряется. Вот эта, вот эти, я так понимаю, налёт от чая. Я вот сейчас соду. Ну, не соду, а вот эту, сорти, сыплю. Я из соды пищевой пробую, что-то, блин, нифига у меня тут не трётся. Что, Жень, дай ему виноград, а то у меня руки грязные. В общем, вот, тру, тру, что-то у меня прям не особо получается. Уже не хочется какие-то, знаете, вот эти химозные средства, видите, в рак, он опять задыхаться, вот ходить. Я вот так обычно потру, минут 15 подержу, смою, опять вот так засыпаю, опять потру. Вот так вот раз в два-три делаю, пока более-менее в нормальном состоянии не будет. Бегаю сейчас в магазин, попросила Женю, чтобы он с Димой посидел, 5 минут у нас в магазин, за дом находится, в общем, в красно-белой. Женя взяла вот такие вот орешки, арахис в глазури, так, и со вкусом бекона. А Женя, вот я знаю, ему нравится со вкусом сметаны, по-моему, лука. Ну, там таких не было, в общем, взяла вот такие вкусные орешки, арахис, 39 рублей они, по-моему, стоят. Потом взяла шоколадку, милку, 59 она там стоит. Баночку говядины взяла, тушёнка, 99 рублей. И у нас ещё остались голубцы, со вчерашнего дня я их готовила. Не знаю, Серёжа захочешь, нет, на всякий случай взяла. Сейчас он с работы придёт, спрошу его. Так, взяла вот такие вот сухарки, по-моему, 11 рублей. Ну, вот я вам сейчас чек покажу, ещё посмотрите. Потом, так же мне там нравится вот такие макарошки, очень вкусные. Аграрьянц, не нравится мне. И поделал вот такие вот сырки. У нас такие сырки от простоквашные чудо продают только в красное-белое. Ну, такие неплохие, в принципе, сырки. Можно иногда брать с ванилью, из клубника. Вот чек, сейчас вам покажу. На 331 рубль вышло. Кто это к нам пришёл? Дед Мороз. Нет, на Дед Мороз ты явно не похож. Летний. Больше какое-то на привидение. Кто там, Женя прячется? Женя собрал семья, тебя в постельный билет, тут всё разбросал, ходит. Так, сейчас я тебе со шкафа достану чистый, поменяешь. Всё, я его тоже забрал. Всё. Женя, ну не надо, он сейчас задохнёт. Нет, тут дырочка есть у нас. Ему что-то только не нравится. Там, наверное, он запутывается. Так, ты что с дьяволом кинул на пол? Это Дима уже. Ребята, ну а на сегодня мы тогда уже будем заканчивать свой влог. Скажи всем пока-пока. Скажи спасибо, что смотрите наши видео, пишите свои комментарии, ставите лайки. Нам очень приятно. Всё, всем пока-пока.